Все, Серега, бери подсказы, давай! Тихо, 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 не кричи. На будущее. Минимум затрат, минимум усилий, минимум времени на подходы к палке. Ночь прошла хорошо, мы наконец-то отоспались. Одну вытащили, и все. Вот, Дима сказал, подошел, где здесь раки, а нам кажется, что какая-то мелочь не может просто таскать, просто... Монтаж какой. Вот такой утренний. Блин, классный. Ну, по сравнению с тем, что здесь ловится, два-три... 7 килограмм, 125 грамм. Смотри, как стартанется. Не спеши, не спеши, сумка еще не старирована. Ну, дерзко, дерзко. А он еще и встанет сейчас. Да, отверни. Он кого нет, хорошо. Вручной? Он вручной, да? Привет, друзья. И сегодняшнее видео я снимаю из Ставрополя. Я нахожусь на спортивном водоеме Аква. И здесь проходит фестиваль. Фестиваль уникального всего в том, что по секторам ходит тренер. А тренер наш сегодня Артем Колесик, чемпион мира. Все вы его знаете прекрасно. Если кто-то видел из моих подписчиков раннее видео, я еще зимой на выставке, когда брал интервью у Артема, я у него спросил, как можно у вас поучиться ловле. То есть, есть ли у вас время. Сказал, будет фестиваль. Ну, на нем практически все места занято. И, в принципе, прошло время. Прошли все вот эти карантинные неприятные вещи, когда все это переносилось, закрывалось. И ребята организовали на 10 команд. А 10 специально сделали для того, чтобы Артем мог каждой команде уделить больше времени. Подойти в сектор, рассказать там логистику, как ловить, что ловить, точки выбрать, все остальное. То есть, помочь советами. Поэтому я сегодня здесь приехал на это соревнование. Не знаю, как будет по клеву по рыбе. Я на этом первый раз. Вообще в Ставрополе первый раз ловлю. Но думаю, что ценные советы будут в видео. Итак, смотрим, что будет далее. Все-таки свершился этот турнир, который должен был быть первым. Но ничего. Он все равно первый. Такого формата турнир не был. Он будет обучающий. Для некоторых он очень будет интересный. Кто-то покажет себя. Спрячет себя. Да, да, да. Скажем спасибо Артему Колеснику, что он уделил нам время. Приехал, он свои знания передаст, расскажет, подскажет. А мы будем расти. Давайте, как мы будем работать. Представите свои лагеря все. Там вообще с постановки лагеря все начинается. Но так как вас все равно много и один, так бы мы с Анохиным как бы с двух сторон шли. Единственная моя просьба не ставить палатки ближе двух метров к воде. Все остальное мы переставим с вами на месте. Я к каждому буду заходить в сектор. Мы начнем с логистики. То есть вот вы начали устанавливаться, да. Вы поставились там. Начинаете даже маркириться. Я буду смотреть, как это все. Мы вашу логистику поправим. Что где лежит, что где стоит, да. С точки зрения спорта. Потом вторым этапом вы начнете маркироваться. То есть мы поговорим. Начнете делать. Потом, когда вы нарисуете карты. Мы с вашими картами поработаем вместе. Обсудим, что правильно, что неправильно. И потом как бы задача. Все элементы карфишинга. Забросы. Прикармливание. Вываживание. Вплоть до фотографирования. Мы должны с вами будем с каждым сектором отработать. Обсудить. У кого-то будет получаться. Кто-то будет хуже делать. Понятно, что по времени идет по разному. Но самое главное что. Вы не должны бояться спрашивать. У нас практический семинар. Теории здесь будет мало. Здесь будет практика. Я не могу вот это. У меня не получается вот это. Не стесняйтесь. Если я у вас в секторе. Не стесняйтесь. Спрашивайте. Мы подходим. Если много вопросов. Прямо на листик запишите. Чтобы мы оперативно это все делали. Потому что 10 команд это тоже много. И нужно всех. У нас сегодня дневная как бы. Стартовый день. Он самый важный. Это логистика. Маркирование. Старт. Все остальное. Потом я постараюсь по темноте по всем походить. Чтобы посмотреть что вы ночью делаете. Это своеобразная ловля. Ночная. То есть там сразу с точностью. С неточностью. Все. Ну и постараться чтобы все поймали рыбу. Посмотреть как вы уважите. И так далее. То есть. Вопросы задаем. Не стесняемся. Сейчас на первом этапе. Палатку. Все укрытия. Ближе двух метрах не стоит. То есть. Коридор два метра вдоль воды. У вас должен всегда свободен. Там у вас могут стоять. Ротподы. Стойки. Все остальное. Но не то что. То есть. Не то что вы не сможете обойти. Или. Что может вам помешать вываживать. Понятно. И их легко будет переставить. Даже если вы не так сейчас поставите. Со старта. Мы их переставим в своем месте. Как это должно быть. В идеале. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 вот ну хотелось бы естественно получить какие-то советы самые элементарные ну на этом водоеме потому что вот на ближайшие мы нашли от 60 до 62 твердый проход два метра до край то есть два метра ширины твердого да ну потому что два метра очень сложно определить ширины так вот просто балку она полоска 7 метров это похоже вот и мы примерно подумали где-то 62 что мы там поставим одно удилище то есть это начало твердого отсюда да 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 и от ши уже от 60 до 47 опять идет ил уже оттуда и мы хотели примерно на 45 поставить еще одно удилище или или корм нет удилища удилища кормить вы кормить вы будем где-то около 60 то есть кормить будете одну точку за будет просто палка да да и у вас еще далеко палки и у нас палки будут на 100 мы обсуждали 102 102 1 палка 102 там обязательно оставим и на хотим все таки мы не получили отзывы конкретного ни одной рыбы поэтому мы наверное раскидаем придется на 4 . 4 . нет нет мы будем кормить две точки да но кормить больше двух не нужно до больше двух это 100 и 60 но 62 а оставим на 40 45 . попадет под доминирование корма в 62 . вы думаете она по по горизонту проходит ну да так мы думали все таки карьеру идет до полоса мы должны думать как двигается рыба как двигается рыба каждому году им по-разному мы же не знаем мы первый раз и мы поклевок не получили поклевку получил только ваши соседи одну и не реализована но у нас тоже двинулся на 100 метрах на 102 у их паровоз ну у нас так пик и у соседей тоже пик но у нас на 100 а у них где-то на 60 80 мы так ну примерно визуально наблюдали куда они закидывали мы точно не можем на первую ночь нормально то есть вы кормить будете 62 и 102 да а где будут палки лежать у вас четыре удилища одна палка на 45 2 на 62 на на 102 и одну на 124 чикаго да ну это и not в принципе чаще всего чикаго и срабатывать понимаете если вы если получаете поклевку с какой-то источник да мы усиливаете да мы эту точку который мы получаем поклевку мы сразу от 200 как только получается что то но не прям две чтобы рядом рядом ну разница есть там пять метров советом кормить ну сове я согласен я у нас ну пелец пылики чуть-чуть варенки объем какой будет ну вот на две точки не больше вот этого ведра 5 килограмм да потому что . но мы же не получили а нет мы еще будем поэт коброй кабрица мы же до 7 должны заброситься просто а потом кабрица а кабрица мы будем пылики и еще варенкой ну вот так уже хаотично ставить как там как венгерский так называть румынская венгер ну румынская до завтра уже отварим и уже пшеница колоплю пажет на ночь покрупнее фракции бойлы а будет какой в размер а больше нету но уже разбухать все равно 15 17 становится кобра есть у вас да да 100 метров до кинете да но мы будем кормиться где-то до двадцатки у нас есть и пыльки варенка и будем где-то ну до 12 ночи пока не я думаю что если вы покормите сейчас ведро 5 килограмм выходили в две точки рассказать я бы кидал больше больше я бы сделал 5 килограмм в точку ну интересно но у вас ночь длится там 8 9 часов до верни как у нас 12 часов с кормежкой до кормежки да да ну это все 7 закончится и 8 ну получается 13 13 часа с точки зрения у надо стараться кидать но если нет нет мы меня не мы четко кормим 100 100 метров и четко 62 это вообще вопрос нет 130 мы уже понимаешь не надо кормить можно говорить да 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 это не кормежка что это . поисковая возьмите так все таки давайте сделаем так возьмем какого считаете из этих двух точек у вас более перспективную нужно чувствовать ну поклевка было со 100 то есть 120 но мы еще на 60 не ставили мы не знаем акцент будете делать на какую-то точку ночную на 60 до тогда не ну тогда давайте вы сделаю выкиньте ведро хотя бы на этот 60 хотя бы две трети ведра него про одну треть ведра на стол то есть но в обоих точках нужно где почему 63 целый день не кормили а на 100 вы кормили и вас корм еще остался раз нет поклевок нет рыбы масса то есть туда можно кинуть немного а на 60 вообще сейчас ничего нет вам нужно дать большую массу себя то есть просто по распределению если у вас были поклевки днем можно было сказать что и на 100 уже ничего нет подъела да а сейчас нас то наверняка есть ну если мелкая рыба там не пожирала то поклевок по сути делают вот этим маленькие пике они были но поклевок нормальных и кто-то вот выловил рыбу щенами но если бы там была рыба в достаточно были бы нормальные поклевки вы вытаскивали но еще мы посередине же всех получается стоим мы посередине там четверо здесь пятеро мы посередине стоим ну да 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 а мы примерно посередине стоим поэтому от 130 нам ну а 5 а с чем ничем не рискует вы ее не кормите вы просто ставите туда палку учитывая что здесь у многих 38 45 ближняя бровка существует вариации что рыба движется очень часто по бровке просто идет движется по ней работал здесь 30 лет назад то и 40 у что угодно может быть может порода вот посмотрите на берег берег очень часто повторяет то что находится под воду откуда такие ровные пятна там никак на гальки до этого график но все равно что-то все что-то наносится илом и на что-то наносится еще каким-то вот поэтому где-то вот эти как раз промежутки они наносятся нормального с идея занимаюсь то есть две трети ведра вы кормить на 60 одну треть вы кормить тренер гарантирует успех гарантирует успех и так ребят паприконки чем будем кормиться когда мы собирались сюда то мы своим напарником сергей договорились о том что я возьму там ведро своих пылящих бойлов куплю два ведра зерновых в этом просто пшеница а вот и он возьмет два ведра пелиться ну и в принципе оставалось только вопрос с тем что взять варенку и кукурузу но кукуруз готовить на водоеме жарует вообще жесть конечно заливки нужны и вареные бойлы тоже нужны ну и в принципе я вспомнил о том что он не на выставке познакомился с ребятами компания было или есть они предоставляют как раз у них широкий астермет именно российского бойлы пелицы заливки я в последнее время если видеть по своим отчетам все чаще чаще российской производства пользуюсь того что ким парным было идут из рубежда и это уже не первая свежесть а как все-таки это животное которые любят поесть как и мы свежие продукты вот и я обратился к ним они мне предоставили но есть такая фишка не оптовая компания и торгуют с юридическим лицами со всякими магазинами вот но у них есть такая фишка для физических лиц от 10000 заказ не считается как юридическая лицо и вы получаете при заказе по оптовым ценам все это я у них заказал вот и пообщаться с ними зная что вы неродоношные мои зрители иногда спрашиваете где что как заказать то в принципе я попросил у них скидку для вас поэтому в описании будет ссылка и в принципе вы можете поверить и про ним написав слово к 5 вы получите дополнительно 5 процентов скидки я заказал и очень быстро получил потому что у них в день обращения сразу отгрузка идет и по пэку самая дешевая компания оказалась получил быстро эти бойлы зерновые там немного заливки и так сейчас приступаю и так хотелось все таки так как канаплю долго варить и еще с перцовыми сейчас на ночной закорм и тем более колесику подошел сказал надо ведро 5 литров на одну точку на другую вот поэтому мы сейчас не будем экономить отдали во всю ночь ехали нам варить в очень совершенно не охота поэтому нам надо спаться и в ночь мы конечно отварим зерновые ну а сейчас готовы уже то что пришло здесь у меня кукурузы конопля и пшеницу варим сергей перец а варим к у нас закорм 12 нет 13 часов часов заказчика 8 начинать поэтому нам нужно все таки чтобы было варенка так как вода 2 метра и здесь очень тепло теплая вода сейчас поэтому варенка просто необходима ну и чуть-чуть я добавлю своих пыликов чтобы они ну сразу начали работать сразу начнет по заливки ну мой партнер сразу поставил условия по минимуму всяких там заливка все остальное поэтому я чуть-чуть прямо добавлю система и еще заливки рыбный вот он как раз сидит и говорит вода скажи мутная да ребят здесь очень мутная вода в нашу сторону постоянно целый вечер бил ветер и сейчас прям намутил очень хорошо такая вот и поэтому мы чуть-чуть у такой пищевой сигнал пустит но я согласен с ним что не надо прям заливать чтобы жижа плавала вот в этом я очень даже поэтому чуть-чуть добавили чтобы он сейчас впитал вот именно пылики бойлы и пелес он чуть-чуть впитает а зерновые обволокет вот это чуть-чуть заливки прям вот я добавил буквально там 20 грамм феттима и там 50 грамм рыбной заливки вот они обволокут присохнут и я сейчас буду закидывать кормим мы две точки я не знаю слышно вам нет но у меня соседи с той стороны с той стороны уже закидываются поспешно ну сейчас мы тоже распыляться не будем две точки кормим на 4 ставим да мы сейчас середине стоим прессинге советские времена как в коммуналке сергей подсказывает так что вот ну а если вы тоже торопитесь куда-то ехать и вам нужно срочно быстро чтобы вам доставили и свежие все обращайтесь ссылка в описании промокод для вас есть так кормиться я сейчас по наверное бой с комбов 10 закорму все-таки 60 еще остальное выкинем тогда на дальнюю точку слушай тишина какая хорошая я уже начинаю любить водоем к вечеру потому что тихо стало наконец-то реально тихо и как бега ловим наша первая рыба они зачете после поклевки хочу кобры прикормиться ну вдруг поможет ребята у нас утренний поклевка после ночи ничего не было сейчас утро еще кормить нельзя но жарище страшное стоит вот это а это гая со вкусом это кукурузы я поставил со вкусом кукурузы еще самый хороший монтаж ребят монтаж in line крючок четверочка вот ну и нормально все маленькая рыбка есть учитывая что сидят и ждут когда клюнет а тут она пришла мы просто счастливы килограмма два такой кругленький кругленький вот такой круг кругленький полтора-два я бы не сказал что это два с половиной полтора-два вторая рыбка ночь прошла хорошо мы наконец-то отоспались одну вытащили все открываешь как будто вот сюда поросякалась но как на 10 килограмм здесь уже ценность 10 килограммовый количество поклевок что делать очень много пиков понятно что открываем мешок надо выбегать и снимать 850 ну что дальний ближе 1 40 и 1 100 225 хотим смотри у нас всю ночь было по два пика там пик пик и все дальше не идет вот дима сказал подошел где здесь раки а нам кажется что какая-то мелочь не может просто таскать просто ну четверочка козьяк скользяк 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 рака много здесь 40 спокойному ну рак же фуф пиков 120 грамм же он не сдвинет раз чем-то скользяки двигать не двигаешь груз но на гря он навряд ли выдернета из груза вот эту вот вертлюк нет скользяк но живут уже все равно за защелкивать и чуть-чуть в резинку правильно когда свободно абсолютно абсолютно ну нет пока на самом деле очень много у всех пиков вчера было днем мы сегодня ночью и вечером когда я про хочу делать да ничего это не поклевки поклевки но это не поклевку да не поклевка вы взяли две зачетные поклевки паровозит падает что что право свету так все поклевка то были не поклевки если сомневаетесь несколько пиков на одной палке ну перезабросьте может быть попала там где раки может быть мелочь но я думаю что мелочь тоже не будет это еще раз говорю пики на них стоит обращать внимание в неактивный период ловли рыбы ранняя весна поздняя осень когда у рыбы слабый метаболизм сейчас конечно она должна лететь лететь просто лететь и хотя бы чтобы было явное движение на бати на свинги то есть если пик вы подошли фонарем светить или смотрите есть явное движение но можно подсекать в общем себе все общее правило следующее если вода холодная рыба мало активно то на пике подсекают если вот я про то что сидеть и ждать или не даже рыба активно и на пике не подсекать до берет чуть там натянул и бро бросил такой вариант возможен значит у вас неправильно связан монтаж он должен засекаться если он ее взял но по берегу что ты же больше много таких вещей много поэтому я думаю что он ее берет я думаю что это либо раки либо что-то другое конечно надо это для зачет чемпионате а может комаров конечно куча видишь первый раз подошел меня все второй раз взялся что-то по берегу что ты не скобунику кинги охуять не все слушай я начал сурсом на половинку с медом ловить и вот на него плевать начал но сурса чуть-чуть добавлять хорошо зацепился у мяса у мяса он бы это не вышел на разбавился опять не засечка и опять сойдет вот такой утренний блин классно по сравнению с тем что здесь ловится 23 все упаковываем давай мешок до взвешивания взвесим тебя надеюсь ты будешь big фишем турниры денежки на бензин нужны смотри я так понимаю здесь глубина два с половиной средняя максимально вот здесь уже рыба получается давно от нерестилась в отличие от корректа а воронеж только началась там не сейчас здесь уже отметил и вот такая жара устанавливается это нас ждет через две недели воронеже вот какие твои советы вот по ловле вот именно в жару потому что рыба все равно потихонечку встает уже в жару когда но не так активно как в мае там клево если по турниру силам и ребят остался априори вы не можете выбрать место на берегу да если это жара и вы можешь выбрать место это какие-то теневые участки надо выбирать такое вот а так днем все равно будет вот это еще ветер хорошим перемой перемешивать воду ну как бы дает обогащение обогащение кислорода и все остальное а если был штиль это мертвое ничего нельзя можно пробовать в такие вещи это зикрик приподнимать зикрик при двух метрах это ну при двух это уже мало ничего приду с половиной можно приду с половиной уже зик ну 220 я ловил самый маленький и в стиль прям прям стиль он только в стиле клевал ну так то есть его ставили когда не было поклевок со дна ставили зик и там одну или две рыбы приносила это все дело то есть рыба поднимается выше поверхности я предполагаю почему потому что идет все-таки атмосфера ближе до больше кислорода вот ну а если был возможность выбрать я бы выбирал просто места какие-то более теневые теневые тогда не кунь камышек априори по прохладно где нету такой ну а так вообще ждать ночи но и укрытие я думаю да так ждать ночи и ночью должна быть активная рыба жару всегда рыба активнее ночью прохладнее она но рассчитывать на нас ближе к берегной подходит смелее 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 когда холодный когда жар просто когда нужно еще учитывать такой момент что вода и будет быстро остывать это не воздух он быстро остыл быстро нагрелся вода намного медленнее но все равно будет теплый хорошая сейчас нет у нас нет этого термометра все остальное то этим с твоим который расскажешь термометру это дорого для нас для обычных людей там 150 или там 180 евро 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 ну для нас это дорого обычно там ну как поги смейте или на руку там определяешь или еще а на руках ну теплая тебе холодно не холодно вот такие ощущения полно частные теплого теплая вода теплая ну в принципе сейчас такой ветер который помешивает воду на стоит ли вообще вот смотри вот сейчас мы стоим как бы общие условия забраться стоит ли сейчас усиленно кормиться и перезабрасывать никогда не надо усиленно кормиться ну так вот три там в час до первое первое что нам дает знание не знание отдает сигнал чтобы кормиться это поклевка если нет поклёвки а то есть ты даешь какой-то минимальную порцию корма чтоб там было там реальность помбов там пара лет со старта может быть там 5 10 спомбов дальше ждем реакцию рыбу подбрасываем там один-два спомба в час вот а смена насадки там частота перезаброса перезаброс обновлять нужно я думаю когда вы начали полтора полтора часа но все равно надо менять искать насадку или вообще не стоит одну и ту же просто со стиком перезабрасывать я бы одну и ту же одну и ту же да но в которой ты уже точно не менял вкус и не менял я бы менял например вид насадку тип на поведение на снеговик баланс поп-ап это презентационные изменения до растворимый бойл этой презентация и физика было работы его самого надо менять а один и тот же бойл ставить клюкву или там сливу ну да это может работать в самом последнее очень а сейчас рыба лучше или же вода теплая диффузия очень очень хорошая распространение запаха в воде поэтому неважно рыба и нет важно что это лучше чтобы это не был очень резкий запах очень резкий обычно холодной воде когда диффузия слабо чтобы на плей все остальное это он раздыхался все зерно холодно а но это очень важно когда рыба большая осторожно на мелкой рыбе и вообще пополам она сумоголовая то есть это и тура можно можно не заморачиваться на резких не нужны и просто такие приглушен можно и резкие они не испортят они могут испортить говорю когда их диффузия воды хорошая когда тепло вот и рыба осторожная вот на крупную рыбу часто вообще даже не депут ну в принципе она зачем зачем эти повод на сейчас же не на ворот и в матерь чтобы уменьшить концентрацию запаха которая дает он не пугать вкусную рыбу есть такая техника тигровый орех здесь работает работает сейчас же это модно везде не круза тигровый орех и кукуруза то круто сказать ребят здесь работы значит работают какие проблемы вот так серега как только отошел сразу поклевка вот сверху идет это супер big fish бушечка да да и на твою кукурузу елёха отнимая джебеевская курове легко плохо плохо зацепился плохо желаем белых заверх заверху не пробил даже но они как-то зеловато берутся лещ-лещ но они какие-то венгерские вот еще когда жрать голова чтоб поменьше было мясо побольше видишь мы сделали просто голову маленько сделал на рыб ходишь так или акционер селекционеры ну да они все круглые почему-то здесь как слышим они уместились отходов меньше было ночью смешно в этом и туда-сюда катаем люди покупают кушать а другие люди зарабатывают на этом это бизнес это жизни несколько рыбок есть до ах ты не хотел обрадовать что одна ушла два килограмма 500 грамм ровно хорошо сделал понятно ясно понятно молодцы еще просто надо уметь правильно храпеть в тональности тогда карп подходит тогда подходит да да хорош с этим и сфоткаться не грето я да подачало с замиранием сердца карп 7 килограмм 125 грамм о неплохо покачусь ну смотри как стартанет не спеши не спеши сумкой не спариваю но дерзко дерзко а он еще и станет сейчас да отверни он ковня пришла вручной он ручной да И собаки ходят, и карта подходит так же. Здоровье поправится. Карта 2 килограмма, 275 грамм. Ещё есть рыба? Да. Ещё самый большой. Ещё больше. Ещё больше? Да. Да шучу, ты чё. Мы не торопимся, ребят. Слушай, новая Тузе реакция будет. Атём, если ты помнишь, зимой, я когда с тобой познакомился, ты мне сказал, будет соревнование на Акве, там места все забронированы, ты вдвоём попадёшь. Он попался? Ну это коронавирус тебе в помощь, видишь? Нет, вообще по-другому получилось. Смотри, мне написал подписчик через месяц, говорит, а там у нас места, там 3-4 места осталось, который здесь должен. Илья, я только рад, что ты попался. А потом уже коронавирус. А всем связано? Ты же раньше не обучал. Нет, просто всему своё время, периоды. Ну, во-первых, всё-таки, наверное, сейчас, я бы не сказал, что это пропажа мотивации, да, у меня. Нет, у меня Азартин, спорт ещё, я сам выступаю. Весь в спорте и на новичков у тебя не было времени. Да. Просто акценты смещаются. То есть у меня там образовательную работу проводил длительно, но это была больше теория. А практика это совершенно другое. То есть теорию надо знать. Это как матчасть, да, то есть ты её должен учить. А практика здесь можно посмотреть, как бросают, потому что это на словах не объяснишь. Направить. Ну, элементарно, вот как расставить логистику в секторе. Это же сложно, то есть есть такие нюансы, там, вот, подсак в воду, не в воду, о нём можно не сказать, да. Да. Вот, забросы, где-то те же, надо смотреть каждого человека. Да. Практические занятия, они важны, и мы давно об этом думали, но не было времени. Сейчас карантин помог, освободил это время, и можно заниматься и практикой. Я считаю, что это намного, следующий уже уровень образования, который идёт. Следующий, ты как-то это делаешь на постоянной основе? Я думаю, будем делать на постоянной основе. То есть раз в год где-то у тебя будет такой образователь? Ну, почему раз? Может быть и чаще, просто я думаю, что это будет несколько уровневые вещи для новичков. Вот как здесь, например, да, там базовый уровень, и уровень будет постарше. Ну, здесь смешный, да, но здесь постарше уровень. То есть, ну, например, где мы уже больше тактику будем разбирать, где мне не надо рассказывать, как клипсоваться, мне не надо рассказывать, как логистику расстать. Ну, по уровню обучаем. Ну, то есть смотри, если верхушка это сборная России, её сборы, я всегда говорю, что всё попадёте на сборы сборной России, то вы обалдеете через три дня, вы просто столько получите информации. Она не глобальная, она мелкая, но из этой мелкости собирается очень большое потом. Вот, то есть если это верхушка, а для начинающих вниз, то должен быть какой-то средний уровень. Средний уровень, когда люди кидают, когда можно поставить задачу, то есть мы сейчас ловим там очень далеко, тут единицы могут очень далеко ловить и всё вообще могут докинуть, да. Тот же зикрик, как тактика ловли, да, как точность его кормления. Это тоже, как бы, свои свои нюансы. Поэтому, я думаю, не раз в год, я думаю, что раза три в год надо делать. Хорошо. И обычный, самый обычный любительский вопрос. В жару твой золотой был? Я понимаю, что это не самое главное. Люди верят, люди верят в него, поэтому вот твоё. Вот сейчас вот жара, 35 градусов, во всех водоём сейчас наконец-то России прогрелась. Жёлтого цвета, взвешенный, что-то типа баланса или снеговичка. Это вообще не имеет значения. Всё равно. Ну, скорее всего, это будет что-то типа мёда. То есть мы зря заморачиваемся вообще по запаху. Я это устал говорить уже. Уже всё, это надо отмирать. Нет, запах имеет своё значение, играет свою роль, но только в самую, допустим... Последнюю. Ну, в одну из последних. То есть презентация всегда выше, как вы подаёте. Тип насадки всегда выше. Если мы насадку разбираем локально, то что это за насадка, как она презентована, это, мне кажется, важнее, чем запах. Запах здесь влияет, в первую очередь, выбор запаха для температуры воды. То есть какая диффузия в воде, какое распространение запаха в воде. Хороший или плохой. Отсюда нужно подбирать. Найдите место лова. Ничего не меняется. Ничего не меняется. А потом уже... Да. Что в трофейном карфишинге, что в спортивном карфишинге. Нам хочется думать по-другому. Что мы найдём бойл, который будет... Не бойл это делает. Это пазл, который мы собираем. И вот эта штука, например... То есть и в этом пазле есть вот эти куски. И каждый из них имеет своё глобальное значение. Вы ошибётесь в главном куске, в месте ловли. И плевать, что вы сделали дальше правильно. А ошиблись насадки... Ну что значит ошиблись? Не ту чуть-чуть взяли насадку, которая, допустим, идеально по цвету воды подходит, по запаху. У вас всё равно будут поклёвки. Вы всё равно будете ловить. Вы её доработаете. Но если вы главный пазл центральный не собрали, от него уже ноги никак не вырастут. Ну и последнее. От блогеров к блогерам. Да. Когда у тебя будут ни стрипы, ни ответы, ни обучение. А вот ты выйдешь на рыбалку... Может быть... Снять всю рыбалку? Да. Вот ты приехал на рыбалку. От и до. На свою любительскую. Не надо всю её от и до. Покажи, пожалуйста, как ты вот приехал на незнакомый тебе водоём. Ты первым делом... Куда ты почему сел? Второе. Какую точку? Как ты отмаркирился? Третье. Покажи свою сумку, чтобы видно на какие-то бойлы ловишь. Я показывал. Сейчас вот теклбокс. Сейчас теклбокс мой выйдет. Но это же элемент. Это элемент. Ты когда покажешь теклбокс, мы думаем, ну блин, ну это же он для видео снимает. Нет, стоп, стоп. Сразу, Илья, сразу возвращаемся. У меня нет постановочных видео. Вообще ни в чём. Не то, что стараемся. Их нет. Вот я свой теклбокс открыл и я его снял. Хорошо, я, может быть, там... Да. То есть насадка и тут же прикормку ты насыпал, тут же закинул и тут же, как говорится... Окей, это... А я вот, например... Нет, а я считаю, что это вот примитивное видео. Да? Мне кажется, что это вообще неинтересно. Нет, нет. Ну почему? Ловлю трофею, это же круто. Нет, трофею, ну вот пожалуйста, Орелана. Это было снято. Да, но там другое, это как бы я показывал, как ловит там мега крутой чувак. Показывал его. Да, да, его. А себя, я про тебя. Ну вот мы сейчас, может быть, уедем на Волгу. Вот. То есть не так много рыбалок. И я считаю, что всё равно это примитивно. А чтобы это снять хорошо, нужен оператор, ходящий за мной рядом. Вот ещё вот в этом проблема. Который поможет тебе со съёмкой. Ну, возможно. Ну, то есть главная причина, что у меня там мало таких видео, я считаю, что это мне кажется неинтересно. Мне кажется, посмотри, как смотрят ветерские рыбалки. И я хочу, я хочу выдать, да, я хочу выдать вот это вот, вот эту серию ответов на вопросы, потому что это же энциклопедия. Нет, это круто. Ты же потом просто в любой момент возвращаешься и смотришь. Это однозначно. Мы все смотрим. Как мне рассказывал соседнего сектора парень, когда он здесь... Подожди, вопросы сто раз повторяются, мы всё равно смотрим. Ну, обязаны отвечать. Да, да, да. Вот в соседнем секторе парень в кепке стоит, в панамке сейчас, да. Он говорит, в прошлый раз у меня, я подсекаю, у меня сходы, я подсекаю у меня сходы. И говорит, стрим смотрю, и колесник говорит, не подсекайте, приподнимите удилище. Я говорит, у меня поклёвка, приподнимай, я взял рыбу. Это же круто. Это нереально круто. Что касается фильмов, сейчас у меня есть смысл, то есть там ролики выходят, они своим чередом, но у меня есть смысл снять о конкретной ловле на конкретном водоёме. Тоже в спортивной части. То есть вот, например, ловля в Каневской, ловля в Золотой берег. У меня была ловля в Павловском, такой общий. Вот, я хочу эту сделать серию, потому что очень много людей, очень много вопросов, как ловить на Каневском. Как ловить там, на Акве. И вот на каждом водоёме я хочу снять, но это, конечно, нужно приезжать с операторами и всё делать. Мы к этому придём. Удачи. Счастливо. И молимся на рыбку, чтобы её вытащить. Нам каждая рыбка нужна. Да. А что, за вас зашёл? За наши кармалы ушёл. А это ваш? Да. А ну бери подсак, мы тебе отдадим. Мы крючок вернём. Да. Зачёт. 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 Чтобы было ясно. Смотри, работает. Назор застикан. Есть у них крючок? Нет. Какой он. Бодрый. Зачётный. 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 2 килограмма они. Стандартный. Зачётный. 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 Подруги. Всё. Есть? Скажи. Оно. 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 А ты его и не вытащи что-то. Вот. Вот. Главный засёкся хорошо. Он тут засёкся. Да. И так ребят. Продолжаю отвечать на вопросы. Подписчиков в этом видео один обязательно отвечу. Тем более я сейчас использую строительный тент. Мне написал под комментариями. Свят. Илья. Расскажите пожалуйста про плюсы и минусы использования такого строительного тента. В каких случаях он полезен? А пол от палатки с брезентом тоже устанавливаете? Смотрите. Я сейчас видите. За мной. Как раз. Тент строительный. В каких случаях использовать? Я про него давно слышал. Но не использовал. И в этом году я его купил. А я когда ехал в Сахаполе. То была дождливая ещё. Такая морозная погода. И я знал что получится примерно такая ситуация. Что приедешь и будет либо дождик. Либо мороз сверху будет. И я взял строительный тент для того чтобы постелить его. И потом палатка у меня будет чистая. И не надо будет с утра её мыть. Потому что вода была холодная и всё остальное. Конечно я использовал когда было холодно. Но. Который есть в палатке я его стелил. Сейчас я приехал из Ставрополя и ловлю. У меня палатка. Вот. Сейчас покажу. Видите. Вот палатка стоит. Но. Мы его установили. Потому что здесь какая-то галька. Какая-то травка. Покошенная и всё остальное. Но я не хотел ставить именно пол. А тент я постелил. Мне его не жалко. Ну и даже если он порвётся. Ничего страшного. Он очень дёшево стоит. Вот. И с одной стороны пол есть. Я не использую тент который сейчас в палатке. Всё зависит от тент. Внизу вот это. Палаточный пол я специально ставлю. Только когда вот он нужен. Реально. Вот сейчас я его не постелил. Он мне нужен. Поэтому. Здесь просто. Четыре на шесть. И. Два метра получается. От палатки сюда. У меня нормальный вход. По. Строительному тенту. Как он останавливается. И его особенно сейчас покажу. Покрупнее. Ставлю я. У меня вот такие штыри от палатки остались. И я их. На него ставлю. Строительный тент имеет вот такие кольца. Надо их осторожнее устанавливать. И расти их осторожно. Потому что их можно вырвать. И я уже. Надорвал пару колец. Одного вылетела. Он имеет какую-то структуру такую. Конечно дырки остаются. Если вот грубо. Вот видите. Вот дырки есть. Но. Стоимость всего. 350 рублей. До 500. Леруа. Меллирен. Я брал. И. Точно не скажу. Но. Где-то 350-400 рублей. И. Его сезон попользовался. И. Можно. Практически. Выкинуть. Но. Вот эти дырки. Они не слишком заметны. Когда. Их не так массово. Когда вы ставите. Палатку на него. Прямо через него пробиваете. Коли. И ставите. Потом убираете. И. За счет вот этой структуры. Какая-то ножка. Целлофаново-сетчатая. Он все-таки. Закрывает немного дырки. И не так их видно. Что их много. Вот. Одна. Две. Три. Ну. Когда вы их разделите. Вы их сильно не замечаете. Вот эта дырка. С этой стороны стояла. Палатка. Вот. От кола остался. Вот. Я смотрю. Вон там. Но. Когда вы ходите. Это практически незаметно. И. Я когда был. В. В. Волгограде. Есть видео. Там. На. Водоеме. В Котлубане. Дело в том. Что я приехал. А там. Не было ни травы. Ничего. Там. Глина. Сплошная. Поэтому. Я знал. Что дождь будет ночью. Я обязательно. Тент постелил. Чтобы. От глины. Даже. Дождь идет. На палатку. Все это накидывается. Течет. И. Потом. Мне пришлось. Долго. Палатку. Умывать. Я тент постелил. И. Мне не пришлось. Палатку мыть. Потом. Палатку собрал. А. Сам тент. Вот так. В кучу собрал. Зашел. С мостиком. Опустил. Пять минут. Вот. В воде. Полоскал. Вытащил. Растянул. И он быстро высохнул. На солнце. На ветру. Он быстро высыхает. Поэтому. Это удобно. Он быстро высыхает. Быстро моется. И. Он. Как бы. Предохраняет. Вашу. Палатку. И. Ваше. Удобство. Ну. Вот. На природе. От грязи. И. От всего. Такого. Что не хотелось бы видеть. В палатке. Надеюсь. Я ответил. На ваши вопросы. Снял. Ну. Нормально. Вбок. Ну. Нормально. Вбок. Опа. Вот. Такой. Тут поправили удилище. И. Он клюнул. Главное. Чтобы шли поклевки. Если что. Они вытащили. Это тоже наше. Окей. Пойдем. Сейчас заберем. Сейчас так подойдем и скажем. Верните рыбу. На нас? На них. На них. Почему? Закрывай. 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 Карп. Два килограмма. Девятьсот семьдесят пять грамм. Карп. Два килограмма. Девятьсот семьдесят пять грамм. Опа. Давай. Вперед. Не спешите. Я сумку отторирую. Я сразу ловлю другим мешком его. А зачем? Ну вы все равно. А что там полавливает? Пошли. Промокшись. Чуть по чуть. Чуть по чуть? Да. Чуть по чуть. Надо сказать, что прям активный клев будет. Но вообще по чуть подлавливается. Ну предыдущие два дня днем вообще ничего не говорили. Ну крестник взяли. Она отошла. От ночи вернулась. И все. Теперь уже дальше работа. Карп. Один килограмм восемьсот пятьдесят грамм. Все. Дверь открыть? Да. Ты же помнишь, мы в него грузил два засунули. Чтобы он тяжелее был. Через какое оно? Терезат. Запрещено правило. Мы под клиником воспользовались. Да. Вазелье. Мы стали средством безопасности. Уже уплывая. Уже уплывая. Карп. Два килограмма триста двадцать пять грамм. Показывай рыбу. Показывай рыбу. Показывай рыбу. Показывай рыбу. Лови, это нашел. Уже уплывался. То есть, что за водоем и что он из себя представляет. Глубины в основном два с половиной метра. В той зоне чуть мелководье. по рельефу довольно рельефный сектора это будут 41 до 36 они довольно рельефно что там в рельефе все ну то есть румы же воды там перепады бывают с метра до двух с половиной метров а русло или что-то так он не русловой то есть он этот водоем это блюдце можно сказать блюдце сделано было в 90-х годах это годах это было вообще два водоема срезали дамбу стал один водоем по рыбке тут да вот какая навеска то есть на что здесь когда мы запускали было первоначально это спорт водоем запускали спортивную рыбку от полтора килограмма до 3 это основная масса также запускали крупненькую рыбку какой навеска до 20 килограмм да да здесь двадцатки плавают да но тут этот водоем никогда не спускался с времен восьмидесятых годов ну как у нас своя есть по-любому если своя рыбка аборигенная который принесет сюрприз спортсменам рано или поздно тут рыбка покажет себя довольно крупная я уверен что если больше вытянутый как сазан полчаса здесь должен было такое что поднималась подводная лодка просто спортсмены не смогли его завести подсад просто не смогли подводная была я молодая мой женой они просто не смогли но и справились хорошо что по условиям ловли да ну все равно же кто-то приезжает к тебе на спорт то есть вот как мы команды а и кто-то например захочет я хочу спокойно приехать и половить полторы тысячи сутки сектор 4 удилища 2-3 человека на 4 удилища сектор платится не за человека а за сектор я заметил тебя удобные фишки есть у тебя стал бы везде на каждом столбе розетка и все той зоне у нас скважина с питьевой водой души туалетов побольше ставим как бы стараемся максимально сделать комфортно чтобы спортсменам нашему было комфортно на территории есть магазины карпового питания расходе на то есть даже бойлы и все остальное можно приехать вообще без ничего все дадим а мы еще палатки дальномеры спады ну все все кобры ну что надо мы я так не мерил вообще размеру туда ему как сейчас гектара километр с копейками по одному берегу и ширина 680 метров самое узкое место для косы соединяться там и 480 метров ну то есть мы но многому людей все это никто никому не помешать даже если супер дальнобойные спортсмены они даже рядом не станут я понял хорошо спасибо за прием приезжайте будем ждать хорошо спасибо тяжеленький тихо тихо неси серега давай давай я тоже а у меня все опустилась ваще я его не мог светом напугать зеленый все нормально все мы его укрываем пальчик не укали спасибо ты мой подсказыватель и на красивый был зачет нам сейчас каждый неплохо начинается вычерк а у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok на самом деле 40 была одна случайно поклевка я рыба шла 60 со 100 и покрупнее рыба шла со 120 вот как раз она там большие подошли вот эти две большие рыбы 6 там 7 килограмм они оттуда получились вот ну а ловил все на поп-ап и я отвечал за насадки и за прикорм за замешаны вот по папы желтые вот именно желтый у меня были по папы желтого такого чуть-чуть может быть не ярко и выжена серовато-желтого джебески по папы хани и кукурузы и также дозор срабатывал нас неплохо вместе со стикбейт сам по папам тоже шел неплохо ночью ночью до срабатывал как раз ходила как плаченко рыбка сама все мощная не маленькая еще не ездите пока на рыбалку приезжайте лет через пять это вырежу ну рыбка есть отзывается но хотел до чтобы здесь росла рыба понимаю что саварополь и где-то полтора килограмма не с декабря только занялись этим прудом навеска небольшая в среднем два килограмма ну перспективу роста большие хорошие пару штук у нас есть 76 получается из больших рыб вот у нас две рыбы у девушек пару рыб и сейчас ждем окончательно взвешни может еще что-то выплатить из большой рыбы а тогда 2-3 килограммовая средняя навеска рыбы спортивный пруд для спортивной ловли быстрый подход и пруд по работе он больше сейчас наверное в ночь и утро утро вообще хорошо в ночь утро идет хорошо днем поклевывает но уже хуже а вот именно с 12 до 4 5 врубать же плюс днем жара 40 ну да меня тоже врубать вода горячая до купаться можно и он небольшой есть но небольшой и крючки небольшие мы применяли потому что большие для такой губы у них рыбу губа не небольшая поэтому четверочка это максимально здесь грунт галька и тупиться быстро тупиться быстро крючки лучше такие вот чтобы сделал был не стоял и под под подкручены такие как бы заточен как пбш на крючке вот что-то на вот такого ну и по папа рулит конечно попробует в такой в таком и будто в такой мути вода мутная еще мы как бы решили не использовать всякие косы или цели чуть-чуть я добавлял до тебя не совсем совсем немного за его курсины потому что мутить пятно здесь наверное не стоит она сама мутная но основу у нас все-таки была пшеница ну и там бойлы вареный а были как мы закидывались коброй база пшеницы была рыба мельница пшеница и тем более смотрите хозяин же сам не пузыря сказал интервью что и мы когда подъехали видели вот когда долго не идет перерез соревнований 5 дней он начинает кормить здесь рыбу потому что к рыбы много рыбы много небольшой ее много и поэтому он ее подкармливает тоже пшениц поэтому пшениц хорошо отзывается лучше здесь не придумать тарп 2 килограмма 725 грамм все равно все отпустил карп 2 килограмма ровно реактивные они отдохнули что ли да ничего за ночной отдохнули 2 килограмма 50 грамм да вот там вот под загорел карп 6 килограмм 250 грамм о хорошем все плавничок поднимите один вот такая вещь вроде все живые после шторма после жары правильности почти все все вы молодцы боролись как всегда до последних минут к борьба была украине место команда эрфиш владикавказ 9 место шок лидер нижний новгород это место команда мандарин не вы на мысль четвертое место gt26 и синтеки краснодар третье место аквати кмв минводы да я не дотянусь за тебя команда карпятники город воронеж и они взяли big fish турнира с весом 725 это то что и вот это тоже это тоже не бензинчик неловкий момент прочитать это вырежем правильно рискаю воронеж первое место красавчик воронеж больше не приглашает а у тебя что здесь написано open fish рыбы подрать это выйдет она пишет это будет кино ляпы в конце скинешь